Представляем Meizu M6s. Смартфон новый во всем. Широкоформатный экран нового поколения. Процессор Exynos. Удобный быстрый боковой сканер отпечатков пальцев. Поддержка быстрой зарядки. Всего за 14 990 рублей в России. Всем привет, добро пожаловать на мой канал. С вами снова Катя. Вы меня очень часто спрашивали про то, как делать такие вот кудри. Они делают за 5 минут. Это самый быстрый, самый легкий уклад, который вы можете сделать перед работой, перед свиданием, перед школой, перед университетом. Вообще просто куда угодно. Не знаю, даже если вы собираетесь куда-то лететь, хотите в самолете выглядеть прекрасно, а времени у вас реально там 5-7 минут, то этот способ будет для вас. Я прекрасно знаю, что способ, который я вам покажу, абсолютно не новый. То есть я не изобретаю заново велосипед. Но так как девчонки просили меня рассказать о том, как быстро, просто и весело сделать кудри, при этом без того, чтобы у вас затекали руки, без огромного количества приборов, стилистов вокруг и всего прочего, то я решила вам это показать. Поэтому я надеюсь, что вам понравится и приятного просмотра. На самом деле нам, конечно же, понадобится спрей термозащиты. У меня спрей термозащиты от Leigh Stafford. Я наношу тогда, когда волосы уже сухие, то есть у меня есть термозащита от Kerastase. Термозащиту от Kerastase я использую на влажные волосы. Эту я использую уже, когда волосы высохшие, либо на следующий день. Ну, короче, когда их неохота мыть, кстати, очень неплохо защищает. Приятный аромат, при этом не пачкает волосы. Быстро, просто, легко продается, если что, по-моему, в ревгоши, насколько я помню. Как в целом и вся косметика и продукция от Leigh Stafford. И первое, что нам нужно сделать для того, чтобы сделать наши кудри, это собрать волосы в хвост. Это ключевое. Потому что волосы мы будем закручивать в хвосте. Эта прическа не годится, знаете, там для суперских мероприятий, когда вам нужна какая-то мега укладка. Эта прическа годится, когда, не знаю, там, видео нужно снять, как мне. Либо вам просто нужно бежать с утра на работу, на учебу, не знаю, там, куда угодно. А даже на свиданку, когда у вас нету и лишних 10 минут, вам нужно просто собрать волосы в хвост. Что это у меня такая за залысина прекрасная? Надеть обязательно термоперчатку, потому что я в свое время пожгла очень хорошо руки, вам не советую это повторять. Взять плойку. У меня плойка от Remington из серии Keratin Protect. Я выставляю температуру 195, потому что все, что до 200 градусов, обычно выдерживает термозащиты, которые наносите на волосы. Соответственно, волосы не так сильно портятся. Все, что выше 200 градусов, очень маленькое количество термозащиты могут уже выдержать данную температуру. Соответственно, волос будет именно сжечься и сушаться изнутри. Если делать такие укладки часто, даже, не знаю, там, раз в неделю, без термозащиты, волосы потом превратятся в паклю где-то в районе, ну, полугода-года, это точно. И дальше мы просто берем попрядно, не делаем маленькие какие-то суперпрятки, потому что нам нужно знать такие небрежные локоны, как все мы любим, как все мы любим такие бич-варианты. Не в том плане, что ах ты бич, а в том плане, что пляжный вариант. Вот, и дальше просто все накручиваем. Получится небрежно, получится, как любят большинство стилистов делать на разные показы и на разных обложках журналов. То есть нет вот этой вот идеальной голливудской волны, а есть, будут действительно такие вот прикольные легкие локоны. Кажется, что вот вы недавно встали и такая вот вся супер-нейчерлая, естественная. Если хотите, чтобы локоны получились максимально натуральными, вот этот вот конечный хвостик, да, который остается, обычно его очень тяжело закрутить, даже не старайтесь его закручивать, потому что чем меньше вот этот вот хвостик закручен, тем больше похоже на то, как будто у вас действительно такая естественная укладка. Делайте пряди разной толщины, разной плотности для того, чтобы тоже кудри были, знаете, такие не один к одному куделечек, как вот любили там в начале двухтысячных, в конце девяностых, а для того, чтобы они получились такие вот разноперы и в разные стороны. Крутите тоже в разные стороны на плойку, тогда у вас голова получится такая вот более объемная, потому что если кудри все крутить в одну сторону, то тогда они будут сбиваться около лица в один такой огромный кудрь, или как это еще можно назвать. Но в целом это выглядит обычно менее симпатично, чем когда у вас такая более пышная получается голова. Естественно, время на эту чудесную быструю укладку зависит исключительно от объема ваших волос, то есть вот на мой объем уходит где-то обычно 5-7 минут, и для меня это максимально быстро, потому что если крутить попрядно, то тогда получается у меня укладка занимает минут 25-30. Вот, если, конечно, у вас меньше объема волос, это получится еще быстрее, если больше объема волос. Естественно, если у вас коса с кулак, то тогда вам нужно будет, ну, я думаю, минут 15, это минимум, но если у вас коса с кулак, вы прекрасно знаете, что укладка занимает где-то около полутора часов, если вы сидите у стилиста, и это пипец как долго, просто невозможно. У меня, я помню, когда объем волос был еще больше, это было там года, наверное, 4 назад, меня пока накручивал стилист, у меня волосы начинали уже распускаться, то есть из-за того, что волос очень гладкий и достаточно тяжелый, получалось так, что пока стилист докрутил одну часть головы, вторая уже распустилась, и я жутко от этого бесилась, потому что только я, в принципе, могла себе накрутить такие кудри, которые держались относительно адекватное время. Получается у нас вот такой, вроде бы, несимпатичный хвостик, но вы на это не обращайте внимания, потому что мы сейчас, естественно, все это будем еще разбирать руками. У вас он получится более пушистый, если вы не будете использовать термозащиту, но я вам не советую не использовать термозащиту, потому что вы тогда сожжете себе волосы. Поверьте, изначальный вариант не стоит того, чтобы потом ваша голова превратилась в паклю. Лока мы пока что не выключаем, потому что мы будем докручивать те пряди, которые нам не нравятся, либо которые не смогли докрутиться сами. Дальше нужно будет голову опустить просто вниз и взбить все руками. Вот я вижу, что, допустим, вот эта часть у меня очень плохо накрутилась, поэтому я сейчас отдельно здесь возьму где-то, ну, здесь получается две пряди, и их уже докручу на распущенные волосы. Итак, докрутила я те пряди, которых мне не доставало. Маленький секрет для того, чтобы прическа получилась более объемная и дольше сохраняла свежий вид, это сухой шампунь. Я всегда его использую при укладках на следующий день, потому что иногда даже в первый день, ну, в помывке, естественно, головы, я вот про что говорю, в первый день помывки головы, после того, как вы помыли голову, иногда наношу немножко сухого шампуня для того, чтобы волосы больше держали объем, более были текстурированные, с ними было легче обращаться. Конечно, вы сейчас меня спросите, нахрена, в принципе, если ты помыла голову, пользусь сухим шампунем? Для того, чтобы появился вот этот вот прикорневой хороший объем и для того, чтобы кудри держались подольше. Не советую всегда пользоваться этим трюком, потому что мне кажется, что сухие шампуни, ну, не всегда портят волосы, но со временем можно чуть-чуть так подпортить, особенно кожу головы, потому что они очень сильно абсорбируют жир, и, естественно, это нарушает секрецию, да, вот, выделение вот этого всего кожного сала. Поэтому просто берем сухой шампунь, чуть-чуть наносим на корни, взбиваем. Дальше сейчас в дело пойдет немножечко текстурирующего лака. Он, благо, уже есть просто у каждой компании, как у дорогих, так и у дешевых. Текстурирующий лак для волос для того, чтобы у нас получились именно, знаете, такие вот пляжные волны. И жамкаем просто волосы. Кстати, текстурирующим лаком очень удобно укладывать вот эти вот боковые пряди. Как видите, это все быстро, просто, достаточно симпатично. Я не претендую на, знаете, там, укладки мировых стилистов какого-то топового уровня, но, на мой взгляд, для того, чтобы лишний раз выглядеть более-менее прилично, и, знаете, так, романтичной небрежности, или как это еще можно назвать, мне кажется, что способ очень крутой. Я им пользуюсь действительно постоянно. Надеюсь, что и вам тоже понравится. Вот, так что я надеюсь, что вам понравилось, что данная информация была обязательно для вас полезна. Я вас их очень сильно люблю. Всех целую и всем пока!